Если тебе за 25 Спасибо BlueSleep за здоровые спины Все недосыпы, зажимы оставили на старых пружинах В матрасе BlueSleep Hybrid 2.0 к 2000 Красивый Помните этот ролик, где люди прыгают на кровати А на другой стороне бокал стоит и не падает Это тоже BlueSleep, а какие у них подушки Называются BlueSleep Memory, на них комфортно, не душно Валики разной высоты запоминают изгибы Британские технологии, доставка по России 100 дней на тест матраса, попробовать будет время Полежишь и поймешь, что это победа На 6% скидки, если покупать несколько позиций Расстрочка без банков, это BlueSleep подписка А в ближайшие сутки еще и одна скидка Беги в описании, высыпайся, будь счастливым Переходите по ссылке в описании и оформляйте заказ На ортопедические матрасы и подушки BlueSleep В ближайшие 24 часа и вы получите скидку от нас Высыпайтесь Я весь выпуск не буду материться Ничего себе Поддерживай А как ты будешь разговаривать тогда? Вот это да Это мой принцип Аааа Кстати А если сматеришься, то что? Ты дал мне вот это кстати, которое мне было так нужно Ого, настоящий друг А я уже думал, что я сейчас буду говорить, ребята Тема сегодняшнего надкаста Это принципы Так и ты и сказал Я только... А ты мне тоже помог Блин, Зоя, ты мне будешь помогать вообще? А я тебя помассирую просто Чтоб тебе полегче было Как мне завидуют все женщины сейчас Да, я просто... Я думаю, вы тоже не раз сталкивались с этим вообще, с этой фразой, с этим выражением Ну ты вообще принципиальный человек Или ты вообще беспринципный человек Или лучше бы тебе, конечно, было бы Какие-то хотя бы в жизни принципы иметь И не сниматься Ужасная фраза Лучше бы какие-то хотя бы принципы Просто необычно еще говорят Встань с пола Прекрати есть это И короче Узнать себе цену, да? Типа того Блин, ребята, ну вы, конечно, сразу атаковали меня Помощники Помощники Короче, я думая и готовлюсь к этой теме Я первоначально, естественно... Готовясь Готовясь Я так и сказал Я так и сказал Ты сказал готовлясь Не-не, готовясь Прости Нам нужен вар Перед тем, как как-то ее там Как-то широко разбирать Просто пытался понять Я изначально сам У меня есть какие-то там незыблемые принципы И именно понятно же, что речь идет только сейчас О твоих личных, типа, человеческих принципах Условно Я там всегда прихожу вовремя Это мой принцип Я умру, но приду вовремя Всегда Умру, но приду Это вот... Это же не твоя забота, получается О людей, которые были рядом На бал этого Мастер Маргарита Высокий юмор Большие бережи между съемками Читал книгу Ну вы поняли, какой бал? Короче, я пока склоняюсь И, возможно, к концу выпуска После ваших каких-то уточнений и историй Я пойму, что у меня все-таки есть какие-то прям принципы Но сейчас мне кажется, что я в этом плане такой Беспринципный Негодяй В хорошем смысле этого слова То есть есть хороший смысл, оказывается, этого слова То есть именно, что ты более гибок в своих действиях В своем восприятии происходящего То есть я не обязательно придерживаюсь одной и той же позиции В одинаковых ситуациях Ой, я уже знаю, что неправда Ну, если тебе надо было Это неправда? Мы тебе сказали, да Блин, класс Спасибо вам большое Это называется софт? Мягкий? Софт, да Так, Игорь, пожалуйста Разверните, пожалуйста, свой софт Ну, ты такой Софт Нет, ты-то нет, кстати Ты описывал сейчас себя, как будто ты софт Я просто не знаю, что это за слово, Игорь Я поэтому... Мягкий Английский учит Да, я еще и английский учу Так я же говорю, я до тебя не докапываюсь, я правда не понял Не делайте больше большие перерывы между съемками Ты сказал Да, он уже перестал одеваться Ты сказал, что Ты не... У тебя нет принципов? Ну, как будто бы у меня есть таких жестких принципов, которых я придерживаюсь А мы можем из выпуска с Гурамом черно-белое вставить, где ты орешь? Потому что я не хочу, чтобы она трахалась с кем-то вот это Ничего себе принцип, извини, что мой принцип, чтобы моя женщина ни с кем не спала, кроме меня Простите Это принцип тоже Это мой принцип Ну, ты же знаешь... Правила жизни чернина Моя женщина... Да, я всегда думал, что женщина должна быть верной Это мой принцип Глупец, принципиальный глупец Дышу только кислородом И что? Ну, спасибо, что напомнил мне про самый мой позорный выпуск в нашем шоу Ну, давайте скажем о том, что... Почему мы вообще на Сашу решили эту тему взять, потому что... Да, кстати, это была ваша идея Определенно есть такое, что... Это с вашей... Мы даже как-то вот вспоминали с Игорем тебя Что есть у тебя и чего нет у нас Умение говорить нет И отсекать то, что тебе не нужно и не хочется Не рассказывали, бля И это же принцип какой-то Ну, там, не тратить свое время или свою энергию или что-то Потому что у меня вот такого нет Так вот, он же только что сказал Мой секрет в том, что мне похрен Или он этого не говорил? Не говорил, вообще не говорил Это было за кадром Это было за кадром Ты где-то одновременно еще снимаешь За кадром по секрету, я говорю, никому голос не говори Джабба после Доктора Стрэнджа сейчас в нескольких просто мультивселенных одновременно Это Джабба халатный У него нету, там сейчас нету тела внутри Да, я очень халатно отнесся Слушайте, ребята, вообще, безусловно, очень приятно, что вы такого высокого мнения обо мне Что я умею говорить нет Мне когда сказали, я говорю, ничего себе Но на самом деле, конечно же, это идеальный мир, в котором я не живу Бывают случаи, когда ты, конечно же, себя обманываешь ради чего-то Чаще всего ради денег Когда ты понимаешь, что лучше бы сказать, конечно же, нет, потому что тебе не очень хочется Но в то же время ты понимаешь, что, например, тебе нужно что-то купить или сделать МРТ Или купить МРТ и делать сколько хочешь Блин, моя мечта Блин, моя мечта тоже, когда хочешь, сколько хочешь, много миллионов МРТ сделать Полностью во всех позитивах Знаешь, хочу столько мочи МРТ, чтобы еще, когда ты лежишь, тебе говорят, не двигаться, а я буду двигаться Хочу нормальный результат Хочу МРТ и гифку И вообще дай сюда пульт, женщина в халате Да-да-да Слушайте, ребят, но в последнее время я все чаще Все чаще Как будто кто-то подменил Может, жаба, ты будешь материться Отведи его в баню Почему? Кто выпустил банщика? Я не буду материться Договори, пожалуйста Я больше вообще не встреваю Это мой принцип Вот, а так вообще, конечно, идеально Я бы хотел, чтобы про меня так думали Давайте вообще поддержите эту легенду, что я человек, который умеет говорить нет Я везде это распространяю Ну, по крайней мере, ладно, ты всегда тусуешься с Валерой, который точно не умеет Слушай, ну, у него просто такой темперамент Он очень открыт Я как будто такой более закрытый человек Мне проще говорить нет Мне не важно, что бы мне подумают, если даже обидятся А Валер такой, он открытый, он добрый Он не хочет, чтобы люди о нем неправильно подумали Чтобы кто-то обиделся или подумал, что Валер к нему плохо относится Ты же знаешь, как он любит много договорить до конца, чтобы ты понял, что он имел в виду А не то, что ты понял У меня голосовое на минуту 28 все еще висит Мне даже страшно узнать, что там Это все от воспитания, я уверен, что он просто очень хорошо воспитанный человек У него чувство справедливости А я просто более... кто-то можно даже характеризовать, что более плохой человек Это мой принцип, кстати Можно быть плохим человеком, я считаю, но надо этого не скрывать, надо говорить честно Блин, ну давайте не будем уж это возводить... Валеру в абсолют согласен Нет, то, о чем ты говоришь, просто это не совсем тоже здоровая штука Просто я этим страдаю, типа, чтобы никто ничего плохо про меня не подумал Ну, это ты просто тратишь свое время, которое можно на себя там сохранить На какие-то поддержания чьих-то ожиданий При том, что невозможно нравиться всем вообще То есть что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, все равно кому-то будет не нравиться Ну вот, я вот там выкладываю животных и пристраиваю, там, и хорошее дело делаю Все такое, меня все равно пишут, лучше бы детям помогла Ну, знаешь, правда, есть люди, он... ты понимаешь, что он циничное говно Но он такое честное говно, что ты даже к нему располагаешься Типа ты такой, блин, а он же не обманывает, он честен со мной Просто важно не перебарщивать, да, бывает прям говно ради говна А бывает человек просто вот свое мнение высказывает, оно не нравится Слушай, вот эти дайте на бухло, зато честно, вот этих... Вот это, возможно, еще как раз момент, что ты говоришь Это многих... это, короче, двойная сторона того, что вот есть человек, который Благодаря своим принципам, условно, вот он успешен в своей там работе И ровно одинаковое количество людей будут, типа... С теми же принципами ты имеешь в виду? Не то, что с теми же принципами, они будут в нем это любить и принимать И даже где-то ему завидовать и поддерживать, что типа, блин, как круто, условно, вот что ты Всегда отказываешься от той работы, которая тебе не нравится Даже если говорят много денег, у тебя принцип, что ты берешься, условно, только за работу, где есть... Сметана Сметана В райдере Да, допустим Орешки Да-да-да Но при этом эти же принципы с другими людьми, твои незыблемые принципы, которым ты прикинь, когда они уже тебе помогли чего-то добиться Ты же в них еще больше веришь И других людей они могут отталкивать То есть твоя вот эта непоколебимость твоего мнения И, естественно, когда у человека какие-то вот такие устоявшиеся принципы, есть все-таки момент, что такой человек, он немного навязывает и остальным свое вот это мнение Потому что он всегда его придерживается сам И получается, что, короче, нету прям... Золотой середины Да, нету как будто бы исключительно хорошего прецедента того, что ты принципиальный человек, это точно клево Вот у меня есть пример Так Значит, я когда узнала, что будет тело-принципы, я подумала, какие, ну, у меня, соответственно, они вообще есть У меня точно должны быть Они есть, но просто самое первое, что мне пришло в голову, это, ну, мое отношение к животным, мое, там, вегетарианство Потому что, ну, наверное, это самый длительный по времени принцип в моей жизни, который я не нарушаю Вот я с 20 лет не ем мясо, то есть я решила, что я... А сейчас тебе сколько? 33 Сколько? Зой, выглядишь моложе Вау Спасибо, Саш Короче, я решила, что я всех, кто был живой, вот с глазами, обладал каким-то, в общем, жизнью какой-то, я их не употребляю в пищу, все, с тех пор я этого не делаю И, ну, я при этом в рамках себя, ну, как сказать, этот принцип я приняла для себя одной, у меня нет такого, что я кому-то навязываю, ну, вот мы общаемся, там, Рома, он не вегетарианец, то есть это... Он даже антивегетарианец, он ест только животное Не, это гурам, он даже убивает и не ест Короче, это, ну, не распространяю я это на других людей, но вот какой у меня настал момент два года назад, у меня появились коты, а коты, ну, не вегетарианцы Марвел, Локи, если вы смотрите, ребята Для Локи надо куда-то вбок показывать Локи, если ты смотришь, я тоже такой, как ты Короче, ну, они едят, соответственно, мясные, какие-то рыбные консервы, ну, они не едят овощи И плачут потом, потому что, блин, Зоя, мы пытаемся быть, как ты, но мы не можем, мы такие И у нас, ну, вы знаете, распределение бытовых обязанностей, они все на мне, и, соответственно, ну, я их кормлю, я покупаю это То есть я, у меня в начале был жесткий конфликт внутренний, я безумно хотела кошку, там, кота, очень сильно этого хотела, я очень была рада До момента, когда я поняла, что мне вот надо, ну, покупать за свои деньги, то есть я свои деньги вкладываю в мертвых животных Потом им даю их, там, мою эти руками своими эти тарелки, ну, то есть для меня, если я жила и не соприкасалась, никак с этим 13 лет, я такая, я вообще чистенькая, я вот вообще святая уже почти Вегетарианцы, конечно, говорят, я вкладываю деньги в мертвых животных Господи, я мою своими руками тарелки Ну, короче Смешно, если ты не будешь тех мертвых животных давать, твои животные тоже будут мертвы Ну да, да, и поэтому Ты в петле мертвых животных Наступил какой-то момент, где такая, вот этот жесткий принцип, ну, он вот подошел к моменту, где нужно либо проявить гибкость, ну, либо отдать котов, я знаю, ну, это невозможно для меня было Вот, и я сейчас как будто разрешила этот внутренний конфликт для себя, я такая, ну, вот я всю жизнь, ну, полжизни уже почти, значит, не ел животных и всю оставшуюся жизнь я не буду есть, но вот сэкономленных животных я скормлю своим кота Надо, чтобы у тебя в пакетиках хоть раз попались глаза коровки, чтобы ты в них посмотрел Хочешь, чтобы я заплакала? Какой ужас Блин, глаза коровы Какой двойной ужас Ну, это будет круто для рейтингов, если ты заплатишь, но мы не будем Зой, это вот, кстати, да, одна из таких жизненных штук, что свои принципы иногда приходится прогибать, отступать И это круто? Это круто, конечно Вообще, когда люди меняются, это же круто Если ты не меняешься, значит, ты застыл в своей зоне комфорта и не пробуешь ничего нового А вот ты попробовал новое завести животное, тебе пришлось Это нормально Я благодаря Роме стал меняться Какому? Колесникову А Я как-то... У нас тут не спрашивают, какому, когда говорят про Рома у нас Я Рим имел в виду Я так и подумал про футбольный клуб У меня был конфликт, у меня была обида на шоу-факты Так Ну, у нас произошла кое-какая ситуация Я на следующий день пришел в офис и сказал, я вообще к ним никогда не пойду больше Ну, скажи, какая ситуация Ну, где Якушев и... Шепелев Все, понял, да Там у них слился гость, меня попросили подменить Ага И он возлился обратно Нет, просто вместо меня, после того, как окнули, такие А, нет, будет Шепелев Шоу разгонов Юмористических Шепелев И я такой Я вообще к ним не пойду Я орал у Ромы в кабинете И Рома такой Да подожди ты Сейчас пройдет время Пойдем пиво попьем, я тебя угощу И вот, вот, он что-то меня обволакивал, обволакивал Я потом опять Факты эти Ну, сейчас я люблю уже факты Факты эти И он опять Слушай, да не торопись ты с выводами Ну, там кто-то ошибся Я всех заругал, знаешь, когда И ты такой Я сказал! И в итоге я сходил в факты И я счастлив Только выпуск не выходит Его Шепелев монтирует, наверное Кем Рома сказал, не выкладывайте Все, мы его обманули Да, Рома Ну, он во многих вещах Именно в работе То есть в работе У меня, наверное, нет больше принципов Был принцип с букмекерами Но они меня купили с потрохами Ну, это время было раньше такое, понимаешь? Когда в России было Огромное количество брендов И ты мог выбирать А сейчас, когда все ушли И если ты хочешь кушать А ты медийное лицо Тебе... Надо кушать Надо кушать Надо кушать Животных или Стручковую фасоль Да Тебе нужно кушать А так как остались Вот, кто остались? Это как раз интересно Смотри, Джабба Ты ходишь по разнообразным Разнообразным шоу Получается Нормально сказал? Конечно, супер Мне все нравится Ты хочешь... Ну, ты на пути к успеху Как и... Да Как и Зоя Как и Александр А это же самый частый Вообще Один из самых частых запросов В Ютьюбе Я когда вот опять-таки Выбираю тему Там читая что-то Готовлюсь Это... Я понял Я увидел, что Нету... Короче, условно в Ютьюбе Нету ни одного видео Который вот был бы... Который бы, короче Включал в себя то Что будет включать этот выпуск Типа каких-то общих понятий Общих мы... Общих вот Первые... Первые слои Мысли вообще про принципы Если ты в Ютьюбе Вводишь принципы То там Самые популярные видосы Про Первую мировую войну И Гаврилу Не, не... Там типа... Потом Потом Там типа Вот эти видосы Типа пять принципов Успешных людей Пять принципов конкретно Вот этого успешного человека Типа правила имеется Да, условно Те вещи Те вещи Которых он придерживался И в итоге стал Вот таким клевым И становился клевым Или не клевым Таким же богатым Как его отец Да, условно Поэтому Ну, Зоя уже поделилась Своим принципом Мне интересно У вас все-таки Именно ваши Какие-то человеческие принципы Которые вот с вами Условно Не обязательно в работе А даже в бытовой жизни Там Я никогда не хлопаю дверью Это... Даже когда я хочу Драматично выйти из ссоры Я не буду хлопать дверью, Дженнис Ты не дождешься этого Я больше не буду Называть тебя Дженнис, Алина Что за странные Вообще у тебя Эт, просьбы Эй, я же постоянно Это же я в Осетии В Ньюгемшире живу постоянно В штате Ньюгемшир Да, у вас же там Судьи с этим Я знаю В Осетии С париками У меня есть Некоторые принципы Но я их расскажу После Саши Так На чем мы остановились? Делать хорошо Вот Делать хорошо Это не знаю С детства мне как-то Приявили, что Ты будешь переделать Если сделаешь плохо Много раз Пока не сделаешь хорошо И поэтому лучше сразу Один раз сделать хорошо Если делаешь плохо Лучше не делай вообще Такой принцип Я поэтому учился всегда Цоколи Цоколи, конечно Это тоже Это небольшая психологическая травма Когда тебе постоянно говорят Ты должен сделать это Очень хорошо Делай это Чуть ли не лучше всех делай А тебе шесть лет Да А тебе с детства Ну и ты поэтому Заканчиваешь школу С красным дипломом Универс с красным дипломом Все делаешь хорошо Как тебе сказали Но это все равно Давление дикое Потому что когда Перед тобой встает Какая-то задача сложная Ты думаешь Блин Справлюсь ли я хорошо Как должен А вдруг нет И вот этот страх Зачастую подавляет В тебе Типа Желание Делать Ты золотой медалист Ты красный дипломник Да Поэтому возможно У меня до сих пор Своего Типа шоу на ютубе Как все говорят А чего у тебя нет Своего шоу на ютубе Потому что ты хочешь Идеальное делать А я хочу идеальное Чтобы это было Либо смешно Либо очень интересно А у меня нет И сразу хит Да Да-да-да Все И поэтому ты такой Ну буду ждать Получается перфекционист К нам пришел Да-да-да-да Это так называется Типа это же принцип Тоже считается Безусловно Конечно А это у тебя Ты хотел что-то сказать Нет Это халат Это просто халат За впечатление Мне так нравится Что это халат Миджаба Из другой метавселенной Я еще мой штук забыл Игорь Ты если хочешь проснуться Ты хлебни Либо Кстати Прекрасный кофе Да Спасибо большое Даже же Даже же Прекрасный же кофе Его кстати Можно купить По ссылке в описании Со скидкой По промокоду Который там будет Чуть-чуть позже Это вообще По-моему Отличный подарок Для всех Кто утром нас смотрит Вот сейчас То что Саша говорил Про Желание там Делать Идеально И так далее Это же тоже Такой момент Мне кажется Вот ты когда взрослеешь Ну это все Вот у нас есть Наш юношеский максимализм Типа все что я делаю Должно быть Или идеально Или сразу я должен быть Лучшей В чем-то Или вообще Типа никак Я тогда пойду Сползу Сопьюсь Сколюсь там И умру Да Вот Но ты же тоже У тебя уже должно было это пройти Ты много поработал На разных проектах И ты понимаешь В какой-то момент Я тоже пришла с тем Что все должно быть Каждый раз идеально Каждый монолог мой Должен быть идеальным Каждый наш участник Должен там побеждать Хотя Ну один только может победить Все наши 10 Должны там выиграть Ну Просто ты постепенно Понимаешь Что так не бывает Ну мир так не устроен Есть жизнь Есть какие-то вообще Вещи которые от тебя Не зависят Есть иногда Какие-то объемы И ты понимаешь Что ну 30% будет среднее Ну как бы Это просто факт И Все так существуют В принципе Мне кажется Нет Никакой сферы Там неважно Наши или наши Где Вот каждый раз Все идеально Ну нет Абсолютно Я в этом году Вот это почувствовал Что я понял Что я взрослею Потому что у меня Многие проекты Которые я раньше говорил Вот это плохо сделано Как они так сделают Зачем они это выкладывают На ютуб А сейчас я такое Как-то легче стал Это все воспринимать Это наверное взросление Есть Что юношеский максимализм Он постепенно Вот под опытом Вот этим жизненным Небольшим Какой есть Ну либо фон поменялся Просто Либо фон поменялся А сколько тебе сейчас 29 Я хотел спросить К предыдущему Эй, Зоя, не воздыхай Ты все равно Выглядишь лучше Чем все мы Все мы здесь Наши все молодости Если соединить Это все равно Не твоя молодость Твоя намного круче А представляешь Если бы вам покололи То, что мне колят Как бы вы тогда выглядели Как бы мы тогда Вообще отдыхали Сейчас Я хотел, знаешь, что спросить Возвращаясь к твоему Ответу Того, что ты именно Всегда делал все хорошо И это осталось с тобой Практически То есть до нынешних дней Да, да, да Навсегда Это опять-таки Тоже вот Важное слово Вот выполнение Выполнение работы Выполнение домашнего задания И так далее А я сейчас хочу Спросить Это же Это же, наверное Объективно должно было Выливаться еще и В отношения с людьми Ну, условно Ну, самый простой пример Когда ты Пробуешь какие-то Первые взаимоотношения С людьми Не обязательно Типа, это там Любовные какие-то отношения В принципе Дружба И так далее Как будто бы В этом тоже есть Момент, что ты Типа, я хочу сразу Типа, идеальные Абсолютно, конечно Чтобы они, да Привели Условно К тому результату Который тебе там Изначально с детства Кажется, типа, крутым То есть Если тебе с детства Кажется, что там Условно Семья и свадьба Это самый клевый Финал Любового взаимоотношения То ты к этому Типа должен стремиться Сразу И у тебя был момент Что вот такие Такие штуки Тебе мешали? Конечно Это сто процентов Потому что Ты же Вырос в этой парадигме Он Каждый раз попадает В самое болевое место Как он чувствует Я должен был сказать И должна музыка Заиграть Какая-то Ты же, да Не можешь Понять своей головой Что не всем Так говорили С детства И что люди Могут делать Иначе Не так идеально Помыть посуду Например Не, важно Мыть посуду Хорошо Согласен Так я тоже считаю Что значит Не так идеально Помыть посуду Как можно помыть посуду Так что просто Тебя перемывать Сто процентов Да Но им нормально Проблема просто в том Что вы соединяетесь И вот То есть мы по отдельности Жили ему нормально Так как он делает У меня нормально Так как он Так как я А потом, да Возникают из-за этого Проблемы, ссоры И вот ты ищешь Своего человека Это же называется Найти своего человека Знаешь Который просто подстроится В твои психологические проблемы Как пазл Типа у него там нет проблемы А у тебя есть И вы вот так между Совпали И все классно Нормально Можно жить Вот так это называется Ну у меня У меня как будто бы Нету Не было вот такого Дотошного отношения К условно Работе с детства Ну то есть С детства это там школа Потом это там универ Ну и так далее Вот у меня такого не было Что Как будто бы Все-таки меня Немного выпустили В моменте Из вот этих Родительских рук Родительских щипцов Да То есть Не знаю почему Вы это сделали Но я Очень рано ощутил Что типа В целом я Двигаюсь сам Типа А когда ты Тебе типа Не знаю 14 И ты ощущаешь Что двигаешься сам Ты волен давать себе Слабину Условно Типа Не посидеть Еще чуть-чуть Над математикой А побольше В Сегу Поиграть Там Приставку Но почему-то Как раз В отношениях С людьми Мне всегда казалось Что Я Ну У меня был Вот как раз Какой-то принцип Тоже Похожий Наверное На то Что мы говорили Про Валеру Но не с точки зрения Что я боюсь Что я кого-то обижу А какая-то А какая-то вот Утрированная Всепоглощающая Жажда Чтобы Ну Всем было хорошо Не то чтобы Меня любили А чтобы всем было комфортно И когда У меня случались Какие-то первые Взаимоотношения Вот С Девчонками Мне бывало Странно Что Условно Она Не старается Ну Типа Мне казалось Что Типа Ты всегда требуешь Дать зеркального отношения Почему ты не стараешься Я же Типа Стараюсь Больше Намного Больше Чем ты А она Типа Ну Прикинь Фри Она даже этого не понимает Да Она типа Я Фри Лайф Мне 15 Ты уже Должна Стараться Даже в 15 Вкладывайся В эти наши Полугодичные Отношения В школе Которые закончатся Через два дня Складывайся в них Вот например Мы делаем стенгазету Ты почему не приходишь Вовремя Никогда не делал стенгазету Это неправда Всегда мечтал Кстати про отношения Вот если мы говорим Что там Ты же стараешься Она не старается Вы же знаете Что есть Пять языков любви О май гад Наконец-то Мы к этому пришли Пять языков любви Дорогуша Расскажи Да Вы знаете Что они есть Значит Разговор Ну слова какие-то Да Поддержка Тактильная Да Забота То есть что-то тебе принести Тебе там как-то укрыть Еще что-то Подарки Подарки Да Опа Деньги надо попросить И какой-то Копиатый Который я забыла Но это не главное Вратарь Короче главное Не секс Нет Нет Секс это не язык же Главное что Вот мы когда В отношениях Часто Ну мы с человеком Вступаем И Ну не знаем о том Что у нас Различаются Очень сильно Эти языки Да И то есть Например для меня Ну я не тактильный человек Для меня Вот ну Это вообще не обязательно Мне вот там Раз в месяц за ручку Подержаться в целом Ну как бы достаточно Ну короче Не очень тактильный Мне вот слова Поддержка Вот это мне очень важно И например Есть Рома Который супер тактильный И если его допустим Не трогать И ему не давать себя Там как-то трогать То для него Это Ну он не понял Типа значит его не любят Вот так Ну сигналы какие-то Да Но при этом он сам там Ну не умеет заботиться И вообще для него Это не язык Как бы Если я болею Он на меня орет Перестань Да-да-да Перестань Он просто уже возраст Он как бабушка Знаешь когда на тебя Сильнее ругаются Что ты заболел Да-да-да Ты как ты Блядь Дурак Умурился И короче Вот смысл в том Что типа Если в какой-то момент Начинаются Ну прям Какие-то конфликты Или что-то вот Не клеится в отношениях Надо посмотреть И понять Даешь ли ты партнеру То что ему нужно На том языке На котором ему нужно Потому что Вот я люблю Но я ему это выражаю Не так Как ему это надо Ну типа Я вот словами Ему на слова вообще насрать А мне очень важны слова А он меня прям Он меня трогает Надо чтобы со мной поговорили И короче Есть любовь А мы уже расписались Есть любовь С этой стороны и стой Но она не доходит Ты его хвалишь А он тебя мацает Вот так и говорит Семь лет Короче Как будто провода Какие-то испорчены И любовь не доходит И типа Поэтому нужно Ну узнать Как твоему человеку Передавать Как бы любовь Чтобы он Ну я тут понимал Чтобы сигнал проходил Я бы скетч такой посмотрел Я полиглот в этом смысле И вот тут тоже Типа То есть если я такая Там я не тактильна Это мой принцип Ну мне пофиг Что тебе надо Вот это И я просто типа Я не тактильна Все Если Ну не быть гибким То тогда Ну получается Все Типа надо заканчивать отношения Если я не могу Себя там поменять И давать там человеку То, что ему надо Постоянно будут ссоры Да, на этой почве В любом случае Деструктив-деструктив У меня в восьмом классе Был случай Пожалуйста Который ты рассказывал Про отношения школьные Я встречался с девочкой И она сказала Нам надо расстаться Потому что Мы вот все Ходим на каток Так Кататься на коньках Я Катя ходит Макс Твой друг с Катей ходит Так Представлял Ужасающий Толстый с Литл Биг Это же я Я тебя представлял Как Джонни Браво Всегда у тебя там В Шадринске В Шадринске Принципиально Чтобы Шадринск был Значит, мои Принципы Не встречаться с бывшими девушками Моих друзей и приятелей О, кодекс братана Чтишь Недавно Оступился Думал об этом Да У меня был в институте Я не уверен, что я могу рассказывать это Мы вернемся Если что К твоему спичу Про любовь И про нее Вот это все Да О, можем договорить Все Не Только это? Да Только женщины Только вот это твой принцип Но кто мне близкий друг А кто нет Определяю я сам Как смешно И когда можно Не переставить быть близкими Когда ты трахал его Бывшую правду Нет, если я пьяный Я шлю его нахрен И все И мы никто Друг другу Да нет У меня в институте Был случай Когда я Из-за принципов Думал, что я отчислился Я поругался с деканом Из-за того, что меня подписывали На Плохую штуку Так Типа конкурс Волонтерство Заставляли школьников Раскрывать преступления Там убийство Джабраила Пятый курс Мокруха Тройная Семью завалили Джабба просыпается Хочешь с дискульптуру? Я что? Похож на клоуна? Джабба просыпается Весь во фрутеллах Такой в сникерсах Такой А, да Да-да-да-да Конечно Конечно Я выхожу Я выхожу Скоро буду И просто Трое Трое Взрослых мужиков И маленький Джабба Сыщик Как будто в чебанях Я представляю тебя Я представляю тебя Знаешь, как Ты в юбке Идешь вот так По одной линии Вдоль дороги И вот так По реке А вы точно таксист? А лицензия есть? Это был мой принцип Слушай, ну это Почему это нельзя? Это же давно было очень Ты закончил школу 30 лет назад Короче, мы поругались С деканом Она сказала Это для тебя принципиально Я сказала Да, она говорит Твой диплом Для меня тогда тоже принцип Это был март И я не ходил в институт Я рассказал маме Меня мама поддержала Сказала Молодец Это все какая-то Левая херня Фигня Левая фигня Да-да-да Фигня И я не ходил До мая в институт Потом мне позвонил декан Пришла И извинилась передо мной Сказала, что Да, это было Типа странно И помогла мне Только тебя Было странновато Почему за только тебя Не было вообще Никакой нужды В этом Меня никто не просил Я просто издевалась Я тут душу раскрываю Блин, жуткая история Нет, это очень странная ситуация Просто Это когда ты был В универе На пятом курсе На пятом На пятом Ты уже не такой маленький Ты уже крепкий орешек был Это уже не фрутелло А я вообще не понял Почему вы меня представляете В юбке из фрутелло Я рассказываю Будни уральского криминала Нахуй А, сматерился Кстати Вы что меня бесите? Все, теперь ты всем должен Шоколадки, пиццы И все, что хочешь Я матерюсь еще два раза За выпуск Это как раз таки То, что ты рассказал Это как раз Пример вот этой Какой-то бытового принципа Это не принципиальность Человеческая Вот эта Которые Не те принципы Которые, короче Собирают твой стержень Твой характер Как человека И в контексте Еще твоего декана Тоже То есть она Это условно Вот тот момент Когда говорят Вот пойти на принцип Это ты про вторую говоришь Просто первая Не подходит Не, про вот эту ситуацию Да Где тебя, да Где ты на учебе был И тебя что-то попросили Что тебе не нравилось И ты не сделал И тебе в отместку На принцип Вот эта фраза вообще В целом несет же всегда Практически негативный Окрас Типа А, ты на принцип пошел Типа уперся лбом Типа В залуп В залуп полез Еще один Это второй раз Да Типа того Что? Залуп Анимат Что это? Это один из языков любви Нет, это Конец Я руки специально Так оставил Что это так аккуратно Вот так вот Я продолжу говорить Хорошо, давай-давай Это как вот Упереться лбом Да-да-да Как уперся лбом То есть Бывают принципы, короче Которые больше Негативный окрас несут Да И которые Не человеческие Да Это не окрас Твоего характера Или И не то, что Не то, что собирает Твой внутренний Какой-то типа стержень Не установки Не твои установки Это Здесь и сейчас Твоя просто То, как ты отреагировал На конкретную ситуацию И просто уперся Принцип И пойти на принцип Разные вещи Вот, что ты хотел сказать Да, она просто хотела Как у человека есть власть Кайф И она хотела Ею Да, это как вот Вахтерши Упиваться, да Всех вахтерши Оскорбил Сейчас никуда не войду Вообще никогда Это ты Нише время есть посмотреть Знаешь, под что Это подходит еще Есть такой Типа популярный принцип Который люди Себе пытаются Искусственно даже Навязать Называется 10 на 90 Так Знаете такое? Нет Я знаю 20 на 80 900 Я знаю 70 на 30 Мне нравится, когда Когда Зоя не знает Что-то про цифры Такие, про штуки Я про цифры вообще не знаю Это с тех пор Когда мы закрашивали еще А вот А я достану сейчас тоже Сейчас мы все это проверим Принцип Если я правильно, короче, помню Я, возможно, чуть-чуть там В каких-то маленьких деталях Не вспомню Короче Принцип 10 на 90 Означает, что Твоя жизнь Это 10% того Что с тобой случается И 90% того Как ты на это реагируешь И условно Ну Урегулировав И подчинив Собственную реакцию На то, что происходит Ты условно Будешь контролировать 90% Происходящего В твоей жизни И Колоссальное количество Ситуаций Которые раньше тебе казались Какими-то условно Стрессовыми Неразрешимыми Теперь будут просто Типа в обиходе В таком же обычном Типа ритме Как условно Посмотреть телек Так и разобраться С какой-то проблемой Если жизнь дает тебе лимоны Так О, господи Так Ну-ка продолжи Тоже вернулось во Вконтакте Ну, делай лимонад Это тоже самое Типа можно сказать Какой ужас Произошел Настолько не ожидал Бля Я думал Сейчас будет Типа Когда живешь В стеклянном доме Не бросайся камнями Вау Ну не, это про то, что В одной и той же ситуации Один человек может увидеть Какой-то вообще Крах, кошмар Лечь, расстроиться А другой увидит Возможность в этом Либо Не возможность А материал С которым можно работать Ну, типа вот Да, вот так сейчас Но я тогда сделаю Вот это Вот это Вот это Это тоже все про Гибкость Я думаю просто Чем Ну Наверное, в идеале Вот так Ты с возрастом Должен от каких-то Жестких у себя Вот рамок Ограничений Избавляться И тогда Тебе же проще Будет жить Что значит должен Ну Альзант Ну, вот Я согласен Что классно Быть гибким Но если эта гибкость Тебе создает дискомфорт Потому что общество Такое Блин, да ты просто Камень Да, как нас с тобой Вот называли После первого выпуска Помнишь? Да, помню Все еще обидно Согласись Обидно, да Ты нас называл камнем А мы и ножницы И бумага, брат Так и что, и что Не, я не говорю, что нужно Например, я не считаю, что Я уже забыл, о чем с тобой Плохо, если у тебя вообще нет принципов И нет, по сути, стержня Вот этого Вот ты как желе Будешь и по жизни Так тебе Эти люди сказали Вот так делать Ты так делаешь Принципы, да Это же устоявшиеся правила Типа, чтобы легче было В жизни ориентироваться Типа, вот в этой ситуации У меня вот такой принцип Чтобы не Как устав, грубо говоря Да, да, да Ну вот откуда тогда Давайте чуть-чуть Погружу вас сильнее Почему, как вы думаете Нам все-таки Больше нравятся Такие люди Ну условно Миллион фильмов Про каких-то людей Вот Исторически Таких-то крутых людей У них, как правило За их время Жизни И их время В их деятельности Всегда бывает Какой-то один Или несколько принципов Которым они вообще Известны Они и запомнились И как правило Людям Ну люди симпатизируют Этому, что Типа человек Незыблем Был все время То есть почему Чаще всего Все равно нам это нравится Чаще всего Нам это все-таки Больше нравится Нежели вот эти люди Которые гибче Которые В разное время Гибче Гибче? Жибче Нет, думаю, гибче Слушай Жипсе Мне кажется Тут очень разные Взгляды Типа, например Что мне нравится И какие люди Мне нравятся в фильмах И, например, для жизни Ну, типа Меня может восхищать Какой-то герой в фильме Который такой Весь такой Это просто как ролевая модель Я сказал Я думаю, что это потому Что ты хочешь таким быть Ну, тебе нравится Ты соотносишь с собой Естественно Тебе нравится Таким быть О чем я Я не помню Не-не-не, все правильно Ты сказал В фильмах, да Когда ты видишь Принципиального героя Да-да-да-да Но Там не показывает Короче Ты не чувствуешь Ту боль Которую ему Благодаря этому отказу Пришлось пережить Это тоже очень важная штука Потому что Тебе-то Страшновато Отказаться от чего-то Ты такой Ну, лучше тут прогнусь Промолчу Хотя очевидно Есть что сказать А он сказал Ну и что-то там В быстрой перемотке Показали Что его кнутами били А потом в целом Все нормально И ты такой Вот это он Респект Да-да-да Чужой 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 момент Успешного Типа прохождения Это называется Препятствий Ответственности За твои Вот эти За незыблемость Твоих принципов За то, что ты Ты их придерживаешься В любой ситуации Вот эта ответственность Так же велика Как и то благо Которому он у тебя Приводит в конце Ну или не в конце Мне кажется По фильмам еще странно Там же, блин Герои создаются Специально такими Понимаешь Чтобы типа Он нравился Ты ему сопереживал Или наоборот Отрицательный герой Вот У отрицательных же героев Тоже бывают принципы Да-да-да Так я это привел Специально Как просто ролевую модель Что Не важно Типа Он отрицательный положитель Важно именно Что Ну Какие Что у него есть Крутые герои Да Что у него есть Какие-то незыбли Условно Герой Персонаж Который Типа Почему нас сразу цепляет Что у него есть С самого начала Типа Я не убиваю Вообще никого Вот условно Форест Гам Форест Гам У него изначально По-моему Микки Маус Микки Маус Я типа Ну я типа Преступников только ловлю Не убиваю Вот такой принцип Даже если они Потому что этот человек Любимый Видишь Даже если они Да Кого-то там Даже если они там Пытаются убить меня Или условно Убить его друзей Бэтмена Смотри Либо Декстер Если будут пытаться Убить его А у него в принципе Я не убиваю Я скорее типа Знаешь Такой подумаю Так чувак Это боевик У тебя есть оружие Тебя пытаются убить А ты не убиваешь Скорее мне покажется Туповатым этот принцип Так многие же злятся В этом плане На того же Персонажа Бэтмена Что типа Ну как Ну условно Столько всего Он тебе уже сделал Плохого Этот клоун Как ты можешь До сих пор Он убил своего Блин Племянника Вот этого Твоего друга А ты все равно Все равно Ты такой Справедливость Правосудие Принципы Принципы Мне кажется Что-то идеальное Христианское Все что мы видим Со стороны Вот ты сейчас говорил Про персонажей А я подумала Что вот ну бывает Ты начинаешь общаться С каким-то Ну даже не общаться Пересекаться Вот мы по работе Часто же с кем-то Пересекаемся Например Таким уже состоявшимся Уже Ну человек-звезда Взрослый Какая-то да Ну реализовавшийся Взрослый Хазанов Реализовавшийся Реализовавшийся человек И ты видишь Вот ты такой Он такой суперпрофессиональный Он такой У него еще явно Там принцип Быть супервежливым Со всей там Съемочной командой И он весь такой Все тексты там знает Еще что-то И пока ты глубже Не знаешь этого человека Ты такой Ну блин Он идеальный А я не такая Я такой Никогда не буду И вообще Зачем там Что-то пытаться А ему это все Так легко дается Вот это мне кажется Ну чаще всего У меня точно бывает И в отношении меня У людей бывает Что Ну вы же знаете Это прикол Когда говорят О Он вот сейчас появился Ну типа Человек сейчас появился А человек до этого Четыре года Там по микрофонам Хуи сосал По открытым Никому не нужен был Для его выбора Надо было выступать Конечно Тоже четыре года Хотел Где-то вот он залетел И для всех Ну для большинства людей Он вот сейчас появился Они такие Блин Он там наверное Он чей-то друг Чей-то знакомый Потому что он вот так взял И появился И там Все А это же Ну огромная работа И также у нас Ну всегда мы видим Что-то первое И часто делаем вывод На основании этого И я такая Ну что Это просто идеальный человек Он вот машина Он супер там профессионал Но ты чуть-чуть ближе общаешься И ты начинаешь понимать Цену этого Ну то есть Что человек отказывается От чего-то там От времени с семьей Чтобы там все это выучить Там подготовиться Еще что-то Ну от какого-то Своего здоровья Чтобы все это там Сделать Все эти съемки С пяти утра И так далее И потом ты видишь Что не прям он там Тотально счастлив Например Ну не все у него там идеально Ну и в этом Плане я говорю Что как и киногерои Так и вот Человек, которого ты мало знаешь Ну мы часто Какие-то поверхностные Вот эти верхние слои снимаем Но на самом деле У каждого принципа Есть цена И ты просто Либо выбираешь Либо платить Либо нет Да, да Вот же пример Что один из принципов Моих Это психологическая травма По сути Я думаю Все принципы Это травмы Да Возможно Скорее всего Ну все вот эти Которые нет Я сказал Почему? Когда ты не можешь Объяснить почему Есть принципы Которые Ну типа Объясняются То есть Если я не буду От этого отказываться То моя карьера Пойдет в другом направлении Ну грубо говоря Имидж Есть какие-то Имиджевые принципы Хорошо Вот у меня принцип Что Если Ну Муж Или там до этого Парень Типа Если бы меня Хоть раз Человек ударил То все Для меня конец Типа отношения Нет, это уголовный кодекс Вы опять путаете Женщины Вы путаете принципы Нет, но есть Женщины, которые им дали Ей дали по лицу По щечную Или там толкнули Или еще что-то Она такая Ну ничего, ладно Он извинился Кто-то дрочит И душит себя галстуком Мы не можем За них отвечать Да, кстати Вот мы его и позвали Это вторая часть Нашей передачи Ну нет, я считаю Что это мой принцип Ребята, ребята Ну это не принцип Блин, ну это ненормально Ну если меня бьют по лицу Я начну убегать Это не принцип Это, блин, мне больно Не заимеет в виду Что есть люди Для которых Стоются в таких отношениях Но я тебе говорю Это травма у меня какая-то Или это я просто Ну принцип мой Такой, что я такая Со мной нельзя так обращаться Ну это же мой принцип Ну это ненормально Бить людей Нет, а с тобой такое было? Нет В жизни Значит, это принцип Если бы было Это просто жизненный опыт А так ты вижу Да нет, ну есть какие-то же основы Ну вы че? Смотри, да Я понимаю, что ты имеешь в виду Я понимаю Ну когда дом горит Я из него выйду Это принцип, что ли у меня? Ну блин, ну ты не знаешь Что женщины живут В таких отношениях? Так я знаю Ну я ничего им не могу подсказать Ну значит, у них нет Такого принципа У меня есть такой принцип Так это не принцип У них какая-то травма Есть другая И с этим связана Вы оба правы Да, да, да Вы оба правы Я сейчас не шучу Я не хочу оба Выбери одного Блин Ты же знаешь Одного Подсказка Одного Я никогда не смогу Выбрать тебя В этой стране Мне придется выбрать Е-е-е А не Е-го Потому что Долгополова Не, правда Ребятки Вы же оба правы Я понимал, что ты говоришь Что типа Ну есть какие-то Естественные вообще моменты Которые если тебя бьют Тебе это не нравится Ты должен Этого избегать И уйти Условно Но есть момент Когда ты Предвосхищение события Ну то есть Тебе же не надо Тебе же не надо Именно чтобы тебя Ограбили Чтобы ты сейчас понимал Что тебе не нравится Что тебя ограбили Ты искал Мы оба правы Но объясняешь Как будто я не прав Нет Ты прав Ты прав в том Что в целом Это та ситуация Где необязателен Принцип Типа принципиальность Зои В моменте С побоями Не обязателен Но она Но ее принципиальность Есть Заблаговременно Сразу То есть Какой бы ни был С ней человек Условно Будет ли она С кем-то еще Кроме Ромы Есть пример Который осадит Игорь То есть Да То есть Будет неважно Какой будет с ней человек В какое-то будет время В какой-то Это будет стране То есть Этот принцип Не зыблем Типа Где бы и как бы Ее не ударили Когда-либо Или даже Типа Подумали ее ударить Она будет Ну типа против Подумал Подумал меня ударить Сука Я возвращаюсь к Кроме Смотри Пример Драка Мужская драка Это же нанесение Увечи Уголовный кодекс Но есть Знаешь люди Которые Когда один раз Его ударил Он понимает Что все Я проигрываю Я не буду дальше Участвовать в драке А есть принципиальные типы Которые даже знают Что проиграют Но будут драться до конца Типа вот пока его Не убьют Грубо говоря Не называю это Принципиальными людьми Ну понятно Что там тоже Другие чувства Наверное Я полностью понимаю Это вот один из Вот как раз Блин Ты помог мне Вспомнил Я вот не мог Для себя вспомнить Ни одного Я оказался Уже себе Вот таким Типа слишком Ни одного драка Я не мог Вспомнить Сколько драка было Иногда У меня просто жизнь Такой Понимаешь Иногда хипиш Иногда кайфую Вот так вот Я Я как будто бы Настолько вот Во-первых Я же близнецы Это во-первых Я настолько плаваю А где второй? Я настолько плавающий В этом плане То есть Человек как будто бы Что я просто Ну физически не могу Придерживаться Какого-то прям Вот принципа Но объективно Они у меня есть Просто они вот Какие-то Совсем уже На подкорке Какой-то Условно Вот это Одна из первых вещей То что мне брат говорил Типа Я короче в целом Несвойственно Для места Где я рос Был Я не очень Мне нравилось Типа вот Драться Проявление Вообще Какой-то силы Или показаться Типа самым смелым При этом у меня был Нормальный статус Типа в моем Мужском сообществе Когда я был Ну типа ребенком Но чем Чем там Как я рос Естественно Больше Больше ситуаций Больше каких-то конфликтов Там подростковый движ И брат Видимо в какой-то момент Выкупил Что у меня есть Вот этот страх Страх получить Типа по роже И вот это все И он мне просто Вот это внедрил В голову Что типа Ну Такой И свой Свой принцип Как раз Что типа А он был Биометральный Короче противоположность Он такой Да главное Типа условно Участие Типа Ну не отвернись Не убегай Ну типа Если ты прав В этом конфликте Если ты прав Ну типа Сто процентов Ну никогда Не отворачивайся Типа Ну это не буквально Типа если на тебя Шестером идут Не отворачивайся Конечно убегай Но в плане Когда вот есть конфликт Он уже случился Ну типа Окей ты проиграешь Ты думаешь Типа я всегда Выигрываю в драках Но типа важно Если тебя кто-то Условно задирает Важно Не отвернуться Потом Следующий день Этот человек подумает Еще раз Типа блин Я его сейчас буду задирать Это опять с ним драться Типа это опять Ну он опять Он опять будет Ну типа Стоять на своем Зачем мне это надо И условно Так ты Так с тобой Не буду больше Хотеть конфликтовать И я через боль И слезы Ну как-то Начал принимать Вот это И потом Это во мне укоренилось То есть я Мне бывало уже Все равно Типа знаешь Когда я-то могу оценить Я видел столько Драк Что я могу оценить Что ну Мне не по силам Вот этот парень Ну никак Я ничего не смогу сделать Но Ну Мне все равно Я доставлю ему Столько неприятностей Сколько Я ему обхаркаю куртку Сколько смогу Вот это точно принцип А вот это Нет такого Что мы сейчас Зашли в тему Что есть Отдельные Ну не отдельные Короче Есть Общие мужские принципы То есть ты можешь Как индивид Иметь какие-то свои Но вот есть Какие-то мужские Общие принципы Ну грубо говоря Если тебя Оскорбляет там Напрямую Как-то человек Или твою женщину Типа Или друга Твоя воровская Не заводись Не заводись Не Или на друга На твоего Кто-то Это воровские принципы Это не мужские Ну если оскорбили Твою женщину Ты должен убить человека Ну никто убить Ну вступиться Я имею ввиду Не пройти мимо Что значит Просто вступиться Он еще раз скажет Или там Ответь Прогнать его Я просто Хотел сказать что Вот ты сказал У нас тоже Шадринский был чувак Он наверное тоже Старший брат Подсказал А его отпиздили И в рот дали Ну просто знаешь Что иногда Наверное Ну это Ну я же сказал Не надо конфликтовать С гомосексуалистами Это надо будет вырезать Есть же мужские принципы Это я Даже Я бы сразу Я бы сразу Расширил Что типа В принципе Есть куча Куча Принципов Которые распространяются На разные ветви Нашей жизни Условно Есть принципы В питании Вот у ваша Как мне кажется Есть принцип Что это по-моему Первое Что я заметил В нем Как в человеке Что они с Валерой Всегда долго Жуют еду Когда они едят Да он просто Слетал в Мексику И так Дристал Что сейчас боится Вообще лишний раз Так или иначе Так или иначе Ну вот Типа Есть какие-то Принципы питания Как ты уже сказала Может врачи Отказывают От чего-то Это твой личный Выбор Может вот как раз В этом плане Не столько принцип Сколько уже выбор Но условно Есть принципиальность Того Что там Я Вот По четвергам Я не делал Я не ем вот это И вот это Условно Ну В питании Короче Есть принципы В питании В спорте Естественно В мужском сообществе То что ты говоришь В мужском сообществе Есть свои какие-то Ну Внегласные Правила Принципы Но не все Их придерживаются И есть какие-то Которые Супер индивидуальные Которые люди Все сами придумывают И потом садятся Из этого в тюрьму О Ты хочешь здесь ступить Да Ты останется там Где вышел в прошлый раз А что ты вообще Что ты вообще Хотел сказать Типа вообще Есть ли они Или ты конкретно Что ты имел ввиду Я просто Я хотел сказать Что вот есть Мужские принципы И вы явно Ну так как вы Обладатели пенисов Вы вот подросли Обладатель пениса Скажи счастливый Александр Ваш Многократный Обладатель пениса Ежедневный 29-летний Ну короче Вы до какого-то возраста Доросли И познакомились С этими принципами Потому что вот Ну как бы Общество Какое-то еще что-то Вам сказали Вот если ты мужик Ты не плачешь Ты защищаешь Свою семью Ты защищаешь Свою девочку Ты свою честь защищаешь Еще что-то И вот Ну Мне кажется Все там дети Подростки Склонны Как раз вот Сильно в это Слушать Влепать Да Как бы и верить И принимать на веру Но вот ты потом Становишься взрослее У тебя что-то из этого У вас Ну Отшелушивается Как бы за не надо Конечно Ну вот эти детские все Да Ну все равно там Вот если не уважают Тебя при твоей женщине Или не уважают Твою женщину при тебе Ну это наверное Никогда не улетучится Ну либо ты вообще Человеческий Даже не мужской А человеческий принцип Кого-то оскорбляют Твоего Слушай Ну женщина может быть Бессилия И она просто Ничего с этим не может Я помню Я помню чисто Чисто именно Вот такой негласный Абсолютно только Мужской принцип Который был В Володе Кавказе Это вот именно Лучше всего Подходит под Слово Потому что Вот эти моменты Как раз Заступиться за свою Женщину И так далее Это все-таки не принципы Это больше именно Устои Какие-то Устои Которые годами Ну нарабатывались И оседали То есть Защищать свою женщину Это Это может быть Не мой принцип Я скорее Ты можешь быть Вынужден так сделать Потому что ты в курсе Что так надо делать Ну и с этим Потом сложно жить А вот принцип Вот какой был принцип В этом контексте В Володе Кавказе Я надеюсь Он до сих пор тоже есть Например Условно Ты хулиган Ну ты хулиган Забияка Задира Любишь вот так Кого-то там Трясти Драться И все такое И Вот есть чел Которого ты хочешь Выловить Буду на сленге говорить Типа Выловить его Ну и типа Потрясти его Немного Замурыжить его Как бы ни было Даже если у тебя К нему невероятное Неприятие Если он в твоих глазах Вообще Ужасный Тварь Черт Никто Если он идет Если ты его видишь И он идет С девчонкой Нельзя Никогда Какой бы ты Не был ублюдок Или он Не был ублюдок Как бы он не был Ты права Он нет И он вообще Тот еще Черт И всех вас Подставил И обманул Как угодно Если он с женщиной идет Нельзя Потому что было куча Позвать его Типа Вот это какой-то был принцип Который я С удивлением Типа Обычно Обычно Короче Когда Я становился свидетелем Каких-то Именно конфликтов Где еще и присутствовало Какое-то физическое насилие Там никогда не пахло Какой-то вот этой Справедливостью И там Рыцарством Но вот в этом плане Это был такой Жесткий Незыблемый То есть Если ты так сделал То После этого К тебе Ну Ты должен был отвечать Даже перед своими То есть перед теми Кто В любой другой раз За тебя вступался Ну вот условно тебе 15 У тебя всегда есть типы Которые постарше Если что за тебя вступятся Типа твои старшаки Вот эти же самые люди Могли Жестко тебя Отсчитать Если бы ты вот так поступил А вспомните ваш диссонанс Когда Всю жизнь вам говорили Про мать Ничего нельзя говорить А потом появился интернет И они начали писать Мамка-мамка-мамка Я помню Я так бомбил Вообще Я такой Вы что делаете Я вас всех найду Я очень долго Еще и продолжал Особенно Когда я сюда Приехал Я когда сюда приехал Я когда сюда приехал И начал выступать С московскими комиками И когда И когда при мне В обиходе Было Ну вот этот прикол Типа Да Да Твоя мать Да Нет Твоя мать Я Что Да сейчас Две смерти Должно было случиться Уже прямо здесь Сейчас У одного человека Вот у обоих Да Да Я такой И как-то был момент Когда Ну знаешь Вот это Как-то понебратская Вот эта штука Типа Чера Ты Нет 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 Прошу вас Я сюда приехал Чтобы быть Гуманным Интеллигентным И умным Пожалуйста Если ты сейчас Это будет точка невозврата Это был Кстати один из Нынче Известных Относительно комиков Я такой Пожалуйста Не надо Я точно Я уже понял Что в этом плане Я останусь С пачком Я С пачком Я понял Что в этом плане Называйте меня Как хотите Каменным Еще каким-то Но я не могу Ну типа Для меня это просто странно И почему Напоминаю Что в начале Чермен сказал Я вообще И не принципиально Да Да Мне и нравится Что по ходу разговора Я откапываю В итоге в себе Какие-то вот Залижи Но опять-таки Они больше Вишь Опять связаны С местом Откуда я И где я воспитан Это же опять-таки Не мои личностные Те Как у ваша есть Как у Зои есть Не мои Приобретенные Лично Типа такой Я вот это Решил сам для себя Это все-таки Не мое решение Это среда У меня есть Внушенный тоже Принцип У меня дедушка Был Очень принципиальный человек И для него Честность Это вообще Ну культ был То есть Он Круто В этом плане Вот бабушка Жаловалась Что она говорила Невозможно было с ним жить Когда Ну Советский Союз Ничего нет И все на работе Что-то как-то подворовывают Что-то как-то достают И он Нет Ничего Никогда Ну я помню где-то Рассказывала Что у нас из-за этого Дача была из дверей Потому что Ну доски нельзя было купить Их можно было только Как-то вот Намутить И дед отказался мутить А были двери Типа И вот они покупали эти двери И у нас просто Весь дом из дверей Блин Ты в шкатулке жила И у меня Вот от этого Для меня То есть там Что-то украсть Присвоить Не скинуться Там На день рождения Какой-то То есть все Что связано с деньгами Я вот Ну Вот короче Бывает Я не уверена Что это супер Хорошо Честно говоря Потому что Ну это опять же От меня не зависит Мне это внушили И вот так я живу Есть просто люди Которые гибче И там мягче К этому относятся Ну вот например Если мне там принесли В ресторане счет Я там поела на 3 тысячи А мне перепутали И чей-то чужой На тысячу Типа принесли Можно же просто Ну расплатиться И уйти Правильно И дальше Это не твоя проблема Это вообще не моя Ну я их не меняла Это не моя вина Я пойду Типа скажу Нет С меня 3 тысячи А не тысяча Потом у меня бывает Ну У нас у всех Не прям вот Просто вот одна зарплата Да и все Бывает Ты там подработал Тут что-то Ну какие-то разные Падают Денежки на счет У меня был момент Когда у меня упала сумма А я не жду Ни за что Ну Мне не должно это приходить Я все Десять раз перепроверила Все свои какие-то Ну что я делала Сберкнижки свои все Я начала докапывать Бухгалтера Который у нас ведет Это все Откуда И мне уже говорят Да просто успокойся Типа Ну вот такой подарок Я такая Так нет Ты что Откуда это Ну я не могу Потому что я не понимаю Это не мое Интересно клянусь Я бы не промолзал Ну нет я такая Это не мое А вдруг это А вдруг это кому-то другому Должны были скинуть Но что-то перепутали И кто-то не получился Сидит А мне скинули А я не знаю Ну я вообще спать не могла Я такая Что это за деньги Я просыпалась Ну что-то могла Короче я просыпалась Я такая Ну в итоге-то твои были В итоге я так и не узнала В итоге остались у тебя Да Так это мои были Это были наши А я вот знаете Вот сейчас мы разговаривали Как я опоздал Игорь сказал мои Я такой наши Блин такой пример про честность На самом деле странно Что он только вот сейчас всплыл Это же самый один из главных Первичных вообще принципов Которые бывают у людей Что я принципиально честен Это как вот это Известное Для Ну Первое что для детей Как типа Пример Притча Типа про монаха Который типа Всегда говорил правду Всегда-всегда говорил правду И Но как-то типа Люди Обычные люди Типа убегали от разбойников Они спрятались там Типа у дороги в кустах Разбойники такие Твые типа Ну он сдал короче Обычных людей Потому что он не смог Типа Перешагнуть Перешагнуть Через свою Да И людей убили Об этом У него же все было хорошо Значит честным Быть безопасно Потому что Если бы он не был честным Бежали бы за ним Да нет Он бы сказал Они бы пробежали дальше Типа Ты мультики не смотришь Честность это круто Но тоже Да У нее есть диапазон Да Бывают люди Которые считают Честностью Просто сказать тебе Блин Странные брови Чувак Что за футбол Нет Это не смешное выступление Знаешь Ну типа Мы же все Допустим Ходим Ну куда-то Друг к другу Там на съемки Типа И Ну кто-то вот Выходит Даже если ну было Там не супер Но кто-то выходит Типа Как тебе Я конечно скажу Хорошо Ну я что Ну дурак что ли Ну это не Честный дурак что ли Что вонючка Я хочу сказать Дурак вонючка И не договорила Ну типа что-то Такое возмущение Забыла свой же прикол В чем прикол В чем прикол этой честности Вот если в моменте Человек вышел Чувствует неуверенность И мне кажется Что ему нужно Просто поддержать Он потом Дальше сам потом Эфир этот посмотрит И поймет Где у него Что было не так Ну типа вот в моменте Зачем мне говорит Ну бля Средне Вообще так себе Маша Маркова Классная была шутка Зачем мне ваша правда Ну если я задаю вопрос Не надо мне правду говорить Ну только если У меня там случайно Давно на спине набрызгано Ну лучше сказать Вот в этом Вот это же идеально Ты сейчас как раз Подвела Подчеркнула Что в этом В этом и есть Ну сущность принципиальности Что типа Скорее всего 9 из 10 Ты же понимаешь Ну будучи взрослым Будучи внутри этой Индустрии Ты же понимаешь Ну когда ты кому-то говоришь Вот ты Вы бы сейчас сняли Что-то А я бы смотрел В зале И потом все закончилось И я такой Не очень Еще и сам Да Я же понимаю Я же понимаю Абсолютно полностью Ну Весь эмоциональный И смысловой окрас Того Когда я тебе говорю Что было не очень И конечно же Я значит могу Решить Как Зоя говорит Типа Ну зачем мне тебе так говорить Ну типа Ты же скорее всего Сам потом поймешь И так далее И так далее Но как раз в этом и есть Предлог принципиальности Что типа Я не должен учитывать Я Я не больше Не типа Не учитываю Типа Позитивный Негативный У меня есть принцип Что я скажу правду И я ее скажу Несмотря на последствия Того Что ты обидишься Но это не работает Потому что мы не живем В вакууме Мы живем В системе Если бы Ну Короче так можно Ну Так живут некоторые люди Вот так типа Только есть Как я себе придумал Но это же В какой-то момент Должно разбиться Все равно А то что ты взаимодействуешь С другими людьми И у тебя с ними Есть какие-то отношения И есть какие-то эффекты Которые ты На их жизнь На их настроение На этих людей оказываешь А можно я поговорю Когда-нибудь Когда-нибудь потом Давай Говори Да нет Ответь Зои Я просто хотел Учередь занять Ты имеешь в виду Что тебе будет Сложно сосуществовать В системе Где тебе приходит В принципе В системе Сложно сосуществовать Если ты Гнешь свою линию Типа Неизыгран Так в какой-то момент Просто остальные элементы Системы От тебя отвернутся Ну А в чем кайф Мне общаться С человеком Который такой У меня есть принципы И мне плевать Как это тебя вообще Задевает Не задевает То есть С этими людьми Сложно работать Сложно общаться И быть вместе Мы в начале же тоже говорили Как раз чьи-то принципы Тебе мешают в работе Просто можно быть Супер принципиальным Но остаться одному И если ты готов Эту цену платить То окей Но если нет То потом не надо удивляться Почему ты остался один Ну вот условно Есть же люди Которые в вашей работе Над вами Есть же эти люди Есть люди над тобой Потому что ты так не выглядишь Один есть Ну вот смотрите И вот смотрите И вот условно Вот у этих людей Да У этих людей Условно есть вот Принципы И они И они вам не нравятся Но вы из этой системы Уже не можете уйти Ну придется Ну вам придется Не, ну ты либо принимаешь Правила игры Либо нет Я просто к тому Что ты же говоришь Что типа это невозможно Это возможно Просто это будет Это будет вот это В этой системе Будут такие издержки Где ты будешь принимать Принципиальность этого человека Но не любить его Да Но это ты сейчас говоришь Про ситуацию Когда этот человек Супер главный И он всем может сказать Вот такие у меня принципы Либо вы со мной работаете Либо нет Смотри Условно у меня Они тоже могут быть Если ты со мной На одной параллели Да Мы с тобой напарники В чем-то Да И твои принципы Мне мешают Но я просто попрошу Я по субботам не работаю Да И я попрошу тебя Поменять на Игоря Шаббат И просто И мы будем с Игорем работать А я вообще не работаю У меня такой принцип Если меня на чару меняют Я не работаю Ты хотел сказать что-то Да Но ведь это было так давно Ты забудешь Вот, видишь Я хотел сказать Что я вот вас слушаю И понял Что я хотел бы избавиться От всех своих принципов Если честно Потому что любой крен В какую-то сторону Дисбаланс Он, ну, делает тебе плохо И ты все равно Куда-то косишь Я вот вспомнил Пример Про оркестр на Титанике Красивейшая история Но не умерли А кто не доиграл Ну, потом рассказал Что оркестр умер В целом И жил дальше То есть Ради красивой истории Стоит ли это Ну, ты правильно сказал Конечно, на принцип пошли Мне кажется Ну да, они такие Мы будем доигрывать Это же принцип был Нет, это больше был Человеческий поступок Понял, что успокоит людей В чем? Все убежали уже Не-не-не У всех паника дикая И они говорят Ну, давайте будем играть Чтобы, ну, типа Для людей создалось впечатление Что не так все страшно Тогда они еще и глупые Оркестры говорят Ну, типа, это как Принести себя в жертву Грубо говоря Вот, это вот Блин, есть вот Я думаю, что Саша прав Да Но я забыл, кстати Что хотел сказать вообще Принцип — это именно Твое трезвое решение А то, что они сделали Это больше именно Акт человеческого Героизма Героизма, да Милосердия и так далее Ну, это же тоже принцип Почему? У тебя не может быть принципа Типа Я, если что Будет невероятно Патовая ситуация Буду проявлять героизм Ну, принцип Типа Шлюпки для женщин и детей Мы не пойдем А будем доигрывать Это принцип Ну, кто-то Так не думал И толкал женщин И плыл домой Скорее всего Просто эти ребятки Про которых ты говоришь Они до этой ситуации Не в курсе были Да Что они так поступят Если что Они никогда не проигрывали Эту ситуацию в голове Что Ежели, типа, будет корабль тонуть Мы, конечно, не пойдем На эти шлюпки Мы будем героически стоять Хорошо Люди, которые толкали женщин В воду и плыли на шлюпки Я вот хотела сказать Вообще Не поддерживайте ни один мой довод Не даете мне их говорить Я хотела поддержать Твой довод Я хотела сказать Что Вот мы Сейчас рассуждаем О том, что У меня есть вот такие принципы У меня есть такие принципы Но если мы, например, окажемся Вот в какой-то ситуации Угрожающей жизни С большим количеством Других людей Мне кажется, что это все Возможно обнулиться До животного инстинкта Просто выживать И там будет пофиг Ешь ты мясо Или не ешь Возможно Да Или Это Ну, короче Женщины с детьми Вот как бы Дети вообще Это важно Там или нет Или я первая Выпрыгну В этот На двух трамп Из самолета А вы Когда-нибудь Переступали Через свои принципы? Ну вот же Я тебе про факты Рассказал Факты Ты переступил Получается А Я вспомнил Что хотел сказать Да Что-то более глобальное Чем факты Я хотел сказать Что это же Просто личные границы То есть Если у кого-то принципы Не переступают Твои личные границы Респект Но если Чьи-то принципы Переступают Мне, если плохо С хрена ли мне плохо От твоих принципов Если мы с тобой Одна команда И ты такой Отрыжка Это нормально Я принципиально Грею рыбу Ну Я с отрыжкой Ну я Клоунадничаю сейчас Естественно Могу себе позволить Минутка у меня есть Эфирное время Я ведь действительно В начале фразы Уже забываю Что я хочу Это же ненормальная Какая-то ситуация Сколько раз Ты переболел ковидом Семь Три Три Могут быть В памяти Такие проблемы Я тебя ради этого Перебил Ты правда Не помнишь Теперь опять уже Серьезно тебе говорю Ужас Все правильно Еще это тоже Классный Правильно Сказал Спасибо Натолкнуло меня На следующую мысль Что очень классный принцип Не мешать по жизни Другим людям Типа я делаю все Но как только я кому-то мешаю Я успокаиваюсь Потому что у человека Должно быть право Ну тоже странно А если Ему твои принципы Мешают Потому что он долбач Это другой вопрос Ну типа грубо говоря Вот музыка после 11 ночи Знаешь там Я ненавижу Вот Типа Я не буду включать музыку После 11 Потому что я скорее всего Мешаю другим людям Укладывать детей Там самим спать Я тоже не буду А кто-то может включить У него нет этого понимания Ну это просто плохие люди Плохие? Мне кажется все-таки Кто мы такие? Мне кажется Что все-таки Как раз Именно в вопросе Принципиальности Каких-то твоих Четких установок В этом Ну опять-таки Уже наверное Повторяюсь В этом есть момент Что как правило Ты не считаешься В этот момент С эмоциями И с мнением людей Это В этом есть Составление принципа То есть изначально Это могло быть Там Одно твое решение Одна твоя привычка А вот когда она уже Выросла в принцип Это означает Что типа Ты даже не задумываешься Да Это все Это все Это настолько Твоя жизненная установка Это все Это то что Опять-таки Когда говорят про людей Что у него есть стержень Вот он такой Вот он такой Я его знаю Он никогда вот так Не сказал Что он такой Даже если вы ему Вот все условия Создадите Чтобы он вот Такое решение принял Он не примет Потому что он Вот такой Ну типа Никак И он будет знать Что он условно Подвел тебя этим Или обидел Или обидел Твою Дочь Этим Я не знаю Ну В этом В этом и есть момент Принципиальности Просто именно Люди путаются В этом плане И Потому что есть Вот эти Моменты качелей Негативного окраса Есть момент Где принципиальность Помогает тебе В карьере И так далее Где ты Придерживаешься Принципиальных установок И идешь По карьерной лестнице Потому что ты Исполнительный молодец Все хорошо делаешь А есть момент Где ты вот как раз В это же время Ну у тебя Не складываются отношения Взаимоотношения с людьми В быту Типа Или какие-то Романтические отношения И так далее То есть Какая-то двойственность В этом всегда Как будто бы присутствует И просто ты выбираешь Палка о двух концах Как коротко ты это сформулировал Ну мне вот Мне знаете Что еще интересный момент Что типа Как будто бы Все-таки Перевес В пользу Позитивного То есть Если у человека Есть некоторые принципы То Ну во-первых Это его Он более содержателен С точки зрения Ну Насыщения его Качествами всякими Да Как личности Он более содержателен У него Есть определенный Ну широкий окрас Какой-то его Души Личности И так далее Но И как будто бы Это Запирает его В рамки Нет Это порождает Куча Куча Хороших вещей Ну типа Куча хороших решений И свершений Но в то же время В то же время Нарушения Ну опять-таки И много раз мы это видели И просто В истории И просто там С обычными людьми Когда люди Переступают Через свои принципы И делают этим Самым Невероятное Добро Какое-то Перешагивают У вас есть такие Я считаю Что это сильный поступок Угу У меня нет примера Такого Я не могу вспомнить Перешагнуть через принципы И сделать невероятное добро Слушай, у меня есть Но я не хочу Ну может не невероятное добро А просто Мне вообще интересно Есть ли момент Перешагивания Или даже вот так Если Окей Если у вас сейчас Вы не можете вспомнить Какой-то момент Что вы перешагнули Типа Ради чего Или в какой ситуации Вы бы точно Ну У меня есть Теоретический пример Я просто сидела Об этом думала Значит есть Если Рома меня ударит Я все-таки Прошу Короче У меня есть Как сказать Большой Ну Бзик на верности И большой пальц Тоже есть два То есть Я не изменяю И Категорически Не приемлю Чтобы изменяли мне И Короче Я думала Что Это По-прежнему Актуально И вот Если произошла Измена Не важно Типа Это человек Влюбился Или это Просто один раз Он пьяный Переспал Все Не важно Все Конец До свидания Ну мне тут Типа Нечего Вообще Не о чем Разговаривать Больше с тобой И Вот сейчас Ну идет Время Как сказать Ты тоже Когда в браке Живешь Там в отношениях Состоишь Долго Они тебя с каждым годом Меняют Ну Если ты Меняться Вообще по жизни Это Кромсают Я бы даже сказал Они тебя с каждым годом Кромсают Ты месяц женат А я не про себя Я видел просто По кромсуных людей Множество Так Ну То есть Происходят там Разные изменения И со мной И с Ромой И наши отношения Меняются Я просто Не так давно Просто Не потому что Был повод А просто Я об этом думала Что я такая Так в принципе Ну если это вот Ну какая-то Разовая там Штука Рома не смотри Рома Мы с тобой в субботу Идем в одно место Слава богу Он не смотрит Это все Я ему вырежу этот кусок Я просто Ну Я вот просто Попробовала взвесить Ну как бы На двух Чарах Наших Да Вот здесь Все, что у нас есть Наши отношения Все, что мы проделали За это время И все, к чему мы пришли И все, что мы построили Что мы друг другу даем И вот Ну просто один факт Проникновения писей В другого человека Один раз И потом Сожаление Скорее всего Об этом И я такая Ну Ну Это нельзя Сопоставить Сопоставить Да, это неравноценно Ну то есть Вот ради вот этой фигуленки Вот это все Разрушить Ну ты обесцениваешь его Секс Я бы даже Говорил его член Пися Фигуленька Называй его нормально Ромен член Ромен член Который Произвел Саити Все, извини Да Невозможно Сопоставить Эти две вещи Да, я не говорю Сейчас про эмоциональную связь Вот если это там Измена Он влюбился У него там Месяцами отношения И вот я узнала То конечно Ну это другая ситуация Но вот Вот конкретно Раньше у меня было так Любая Любая измена Это прекращение отношений Сейчас я думаю Ну вот такая измена Ну не факт Ну то есть просто Я подумала Что я не оказывалась В этой ситуации И Поэтому у меня было так Все легко Но на самом деле Если ты окажешь Я подумала Вот если я окажусь И будет выбор Либо Ну как бы простить И как-то это все Проработать И двинуться дальше Или вот из-за этого Вот сейчас все Вообще прекратить И разрушить И закончить То ну вряд ли Я выберу разрушить Я скорее выберу Ну хотя бы попытаться Проехать это И дальше пойти Это вот мудрость Я считаю Да, да, да Я все это время Я все это время Хотел сказать Что ты стала мудрой женщиной Зоя Но прямо сейчас Ты породила Вероятный прецедент Либо Но это теория Либо Ты точно уверена Что Рома уже Никуда нахуй не пойдет Скорее всего Она просто уже поняла Что он двигается Вот как ВАЦД Блин На клавиатуре Блин Я начал материться Ты хотел рассказать Ну круто, круто Круто, что ты Что ты вот настолько Через принцип Нет, я не хочу Это есть, наверное, как раз Вот то, что То, что мы говорили Чуть раньше Типа про ответственность Твоей принципиальности Прикинь Вот если бы это случилось Только добра Мальчишки Простите Смешно шутит парень И нравится мне В целом физически А я не осуждаю Вообще Условно Если бы это случилось Да И ты А у тебя есть Вот такой Жесткий принцип Всю твою жизнь И вот Цена и ответственность Твоему принципу Это когда Ты бы уходила от Ромы Полностью понимая Что ты все еще его любишь Полностью понимая Что Ну эти вот вещи Несопоставимы Вроде И что Полностью понимая Что да мы могли Это пережить Сто процентов Если бы не Не мой Вот этот Типа Барьер Который я себе Построил Который Абсолютно еще Я оправдан Что самое дурацкое Типа ты имеешь На него право полное Но при этом Вся твоя Вот это уже Типа зрелая Зрелая личность Которая там Типа Тридцать третий Типа Тридцать три года Это кстати мало еще Да Капец Очень мало Но ты уже так много сделала Просто профессионал Я об этом думал Кстати Точно так же Как ты Это опять таки Как клево Что мы поговорили Потому что у меня У меня очень какой-то Был тоже Вот именно В этом плане Наверное С негативным окрасом Больной принцип Насчет В отношениях Типа вообще Секса В принципе То есть меня Я был из всех людей Возможно до сих пор есть Не знаю Но как будто бы уже нет Я был из тех людей Которые условно Мог вот Злиться Обижаться И Ревновать По факту Условно Твоего Опыта До меня Ну представляешь Да И я такой И вы же понимаете Что типа Короче Когда я встречался Женщина всегда знала Что есть вот этот момент Который я никак не смогу Простить Условно Вот если ты мне скажешь Ты с кем-то Как ты сказала Вот на пол На пол Косарика Переспала Чуть-чуть вообще Почти даже Не было ничего Там какое число Было прикольно На бобы похоже На писюльку На писюльку Стопарикскую Да Что Что-то съедобное Да-да-да Короче Мне не важно Ну типа все Меня нет Так я думал всегда Я ну Даже представляю Это У меня прям Да нет Ну я никогда Не смогу тебя Даже если я тебя Люблю больше всего Даже больше чем Несквик Я никогда Потому что Когда тебя Никого не было Потом У меня в жизни Был момент Когда условно Человек Ну вот так Оступился И прям знаешь Там еще был момент Что действительно Действительно Там момент Типа Раскаяния И все такое Что это была ошибка Невероятная И так далее И так далее И при этом Не прося меня Типа И простить Ничего такого Потому что Он настолько знал Что у меня принцип Что я типа Она говорит Не я буду вам Говорить всегда Я же правду говорю Она конечно Женщина Это была женщина Сиськи Сиськи были Все было Она короче Настолько была Уверена Сама в моем принципе Что даже Ну не ждала Что у нас Все будет После этого хорошо Она знала Что вот Момент Там секса С другим человеком Для меня Непереходимый Непереступаемый А я Столкнувшись с этим Я понял Что в тот момент Я как будто бы Да нет Есть у меня силы Это если что Условно Если бы у меня было Так же Как у тебя Понимание И такой большой Бэкграунд Что типа Бля У нас вон Сколько всего У нас семья У нас Уже Определенная история Куча всего У нас Все перевязано Вот так Но даже Вот без Такого уровня Я на тот момент Чувствовал в себе Силу Да я могу Я мог бы перешагнуть Типа Через такой принцип Что шок Никогда нет 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 Но мог бы Действительно Но нет Подожди Так это случилось Или нет Случилось Да Но в итоге Мы А это та история Да Но в итоге Мы в итоге Мы разошлись В итоге Но сам факт Того что Что ты чувствовал Да Я чувствовал Что я могу Это сделать Но не Сделать Тот же пример Когда Переступали Вы чтобы что-то доброе Нет Но я мог Я мог Но не стал В драке Ты когда кричишь Отпустите меня Сейчас я ему въебу И тебя просто не отпустили Родители в машине держат Да Она сама не захотела Она такая Ты что Принципы свои переступаешь Фу Ты уже не мужик Какой мне нравился Иди вообще Игорь У тебя есть подобное У меня вообще Вся жизнь В этих мнениях Нет Я имею ввиду По поводу такой ситуации А я про нее и говорю Так Ну Измену конечно нет Ну Типа Пока Ну видишь И нет Совместного наследства Ни с кем ничего То есть нет такого Что я понимаю Зоя с Ромой Я просто знаю Сколько они еще прошли Каких-то Просто сложностей Нет там Несмотря на Успехи А вообще Ну могу без примеров сказать Потому что вы все Это уже произнесли Я сам чувствую Что я со временем Становлюсь Короче Я с собой веду Какой-то диалог И задаю себе вопрос Почему это случилось Ну я это делал Без психолога Просто сам Типа Почему ты так реагируешь И там я потратил Много времени Чтобы там Избавиться от Одной штуки Потом от другой штуки И я действительно Говорю Вот когда говорил Про оркестр Что я со временем Хочу быть Менее принципиальным Ну понятно Есть какие-то вопросы Жизнеобеспечения Там безопасности Вот это все Должно быть принципиально То есть типа Я тебя встречаю Ночью Точно у подъезда Болею Не болею То есть я иду к такси Это важно Потому что человек может Ну что-то может случиться Это принципиальность тоже Вот А вообще Отказ от принципов Он же двигает Ну общество вперед В общем-то Я даже горжусь Вот у меня был случай Когда у меня Ну так получилось Что друг женился На девушке Которую я сильно там Любил Был влюблен Мой лучший друг Хотя мы с ним договаривались Что не будем так делать Кодекс братана нарушен И ну большой путь Мне пришлось пройти Но сейчас мы снова С ним общаемся То есть я смог Как-то внутри себя Это все там переработать Там были Какие-то разговоры Где вот прям истерики Были у обоих Когда он кричал мне Блядь извини Я говорю Да я не могу Блядь Дело не в том Что я не хочу Я не могу физически Я тебя вижу Ты же все еще на ней женат Ну типа Сейчас уже нет Ну тогда было Но это был очень сложный Какой-то путь Но я сильно с собой гордился Что вот типа это Но зато у меня появился Принцип так не делать Потому что я знаю Что типа это сильно неприятно Конечно Вообще надо Ну с собой разговаривать Потому что принципы все равно Оставляют тебя где-то там Но нужно перепроверять Как вот любое свое убеждение Мне кажется Нужно там раз в год Какой-то чекап делать Типа Все еще ли это актуально Это все еще мне помогает Или это уже меня тормозит Да, вот есть вещи Которые мешают Из прошлого Конечно А у вас есть вот человек В жизни На которого вы обижены И до сих пор не простили Есть такие люди Потому что знаешь Принцип типа Я обижен Я все Я не прощу никогда Ну кстати тоже Да У вас есть такие Кто-то в жизни Я по-моему подумал У меня нет такого На кого я обижен С кем я не заговорил Представить Я к тому что Тоже очень такой Широкий Известный Принцип Людей Когда они такие Ну я Если вот условно Ты Два раза Мне не ответил Как я представляю Надо мне отвечать По скорости Я все У меня Я не жду больше От тебя никаких Сочетов Это просто не обида Типа за то Что тот человек Мне не перезвонил Это просто человек Ушел из семьи И у меня Сильно там Такой клубок Непроработанный Просто Я хочу Перестать Обижаться Но пока не могу Это со временем Да, это же нормально Если этим заниматься Ну или нет Тут тоже Не обижаться И любить так как Типа думаешь Что должна Разные вещи Ну я не думаю Что ты прям Обижаешься Но и странно Испытывать чувства Какие-то У меня есть Вот это Знаешь Когда я хожу И вот это все Не трогаю Я такая Так нормально Вообще Ну вообще нормально А потом какая-нибудь Мелочь И у меня там Я понимаю Что это все еще Такая Не закрытая рана Там Ну короче Там чуть-чуть Только пленочка зарастает И что-то происходит Я такая Ооо Не Наверное Вот Наверное То же самое Я вот сейчас Не могу Скидку сказать Чтобы я был Но наверное Если расковыряться Там Разгребать Внутри Там какие-то Прошлое Не знаю Но как будто бы Сейчас Это вот Мне кажется Один из главных Показателей Принципиальности Знаешь Людей Которые Вычеркивают Из своей жизни Кого-то И такие Все Больше никогда Вот это Прямо такая Болючая Болючая У меня Есть принцип Я сейчас вспомнила Никогда И нигде Не сниматься Вместе С Дмитрием Губерниевым Я буду идти До конца До конца Своей жизни И даже Если мне предложат Много-много Миллионов За то Чтобы один мотор Одной передачи С ним сняться Я скажу Нет Ну опять же Как медиа Лицо Наверняка В жизни Он заботливый Прекрасный Отец Да Я просто В кадр С ним не пойду Никогда И работать Не буду Вообще Пересекаться Ну Ну Твой человек Да Абсолютно Разве это Не прекрасная История Для финала Что Зоя Яровицына Официально Никогда Не будет Сниматься С Дмитрием Губерниевым А если Даже Золотой Граммофон Тебя позовут Вести Не пойдешь А сюда Пригласить Ужас Мы же можем Вообще Ничего не говорить Целых полтора Это же клевость Я могу вообще Не приходить И не приду Он перевернет стол И будет за ним Сидеть и орать Что можно подытожить Как мне кажется Все-таки Принципиальность Приобретенные Какие-то принципы Твои личные Которые ты сам Себе воздвиг Это все-таки Хорошо Это позитивно Особенно В контексте Работы Если ты Вот человек С какими-то целями Мечтами Все-таки У тебя И если у тебя Есть определенные Принципы в этом Это больше Хорошо Это собирает Твой стержень Ты более устойчив К каким-то там Стрессовым ситуациям Потому что У тебя есть Некий конструкт Которому ты всегда Без эмоций Можешь на него Полагаться Игорь Да Я хотел дополнить Дополни, пожалуйста Что принципы Они как гипс Но они в твоей жизни Должны быть Какое-то первое время Чтобы тебе Да, легче жилось Легче было реагировать Чтобы ты на автомате Шел Как гипс Многу держит Но когда нога срослась Ты уже должен Ну как-то Варьировать Расходиться Да-да-да Давай вот так К этому же Согласен с Зоей Что как будто бы Было бы здорово Уметь С Игорем Уметь говорить с собой Да Уметь говорить с собой И приходить к тому Чтобы все-таки Немного Проходить такую Как это называется В работе Когда Профориентацию Повышение Квалификации Квалификации Твоих принципов Типа Остаются ли они Актуальными Когда там Прошло пять лет Три года Не важно Ну типа Стоится таких Иногда пересматривать Ну и конечно В отношениях с людьми Все-таки Мне кажется И по вашим историям И по моим собственным Я понял Что именно Во взаимоотношениях С людьми Все-таки Лучше быть Менее принципиальным Более гибким И понимающим Принимающим В этом плане Дипломатичным Да Блин Дипломатичным Клево сказал Это софт Софт Вот ружье И стрельнуло Но вообще По-моему Если честно Вот мы обсуждаем Принципы Как важную часть Но по-моему Мы же в жизни Так редко Задумываемся над тем Что так Это мой принцип Используя его здесь Или нет Ну мы же вообще Не роботы Мы руководствуемся Чем-то Что выше принципа Комфортом Личным комфортом Скорее всего А мне кажется Это как настройки Которые Ну ты ввел их Один раз И дальше Тебе их не нужно Постоянно вводить Они просто есть у тебя Ну как вот Какие-то детские Либо там Даже если Ты сам это Принял решение Но давно Ну ты реально Не просыпаешь Каждый день Не думаешь Типа Нельзя бить женщина Ну ты же Как бы не бьешь их просто Потому что это где-то Вот записана программа Вынужден что Опять Каждый день Яндекс.Новости открываешь Я это вижу Как какие-то Если у тебя есть принципы Мне кажется это круто Что у тебя есть Какие-то направляющие По жизни Ну в плане Ты не отклонишься В какие-то Вот например Плохие Стороны Куда не нужно Там Или шина Нарушение закона Еще что-то там Ну короче Травматологические аналогии Решил в России Но нужно Как периодически Удостоверяться Что это не стало Тебе мешать Что это не стало Там Вместо костыля Вот какой-то Палкой в колес Ну наконец-то Метафора Все-таки да Травматология И смотри Они сделали вид Что это их аналогия А мы уже Как будто бы 17 поставили Саша Спасибо большое Что пришел Да Да вообще Не за что Я здесь Мы рады Что ты не проявил Принципиальность И не сказал нам Нет Хотя сегодня Я ему говорю Вместе поедем Он сделал вид Что вообще не понимает О чем я говорю Так ты мне написал Получается Когда уже был в такси Разве нет Ты мне пишешь Вместе Я говорю А ты где Вот на этом Я уже еду Чего, блядь Так надо же заранее Типа написать Когда выезжать Будешь Нет Я тебя не понял Просто вообще А я сам не понял Я подумал Ты в дерьмо Если честно Ты еще написал Сто не спал Ого Про дерьмо Вообще Разъем